Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». На нашем канале мы делаем обзоры не самых молодых автомобилей и рассказываем о их болячках. Но сегодня мы сделали исключение и расскажем вам про Audi A6 последнего поколения. И знаете, что? Начинка этого автомобиля настораживает. Вы даже не представляете, что там наворотили инженеры под капотом. И обязательно досмотрите этот обзор до конца, чтобы потом не удивляться, откуда литиевый аккумулятор, мягкий гибрид и ненастоящая Quattro. Встречаем, Audi A6 последнего поколения. Вы представляете, что Quattro бывает ненастоящий. Буквально на всех полноприводных модификациях Audi A6 нет никакого торсона. Но у нас здесь исключение. Правильный, классический и, что главное, постоянный полный привод. А про неправильное Quattro Ultra мы вам сегодня тоже расскажем. Объявление на данный момент. Вот эта вот красотка продается. 2019 год. Пробег на минуточку 38 тысяч километров. Есть все документы. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Audi A6 поколение C8 выпускается с 2018 года и до сих пор. Больно смотреть на то, как инженеры пытаются продлить конвейерную жизнь автомобилей с ДВС. Если говорить про технику, то получаются франкенштейны. Смесь не до электромобиля и станции очистки выхлопных газов. Моторы до предела оптимизируют и облегчают, чтобы они не произвели ни грамма лишнего СО и НО. Но надо отдать инженерам должное самой старой такой машине уже около шести лет. Но все работает достаточно надежно. Давайте поговорим о том, что вызывает беспокойство, хлопоты и требует внимания. С кузовами этих автомобилей пока не происходит ничего экстраординарного. Но надо поглядывать за стыком заднего бампера и крыльев. Иногда там отшелушивается краска. Ну а теперь добро пожаловать в салон. Интерьер Audi A6 в этом поколении оброс дисплеями. Даже температуру климата предлагается настраивать виртуальными кнопками. После рестайлинга обычных кнопок стало еще меньше. У дорестайлинговых машин в подлокотнике есть порт для установки сим-карты. А у рестайлинговых машин симка виртуальная. Из-за этого все онлайн-сервисы у обновленных в 2021 году машин не работают. Недоступна связь с автомобилем через приложение MyAudi. Карты для штатной навигации можно обновлять самостоятельно. Еще временами владельцы Audi жалуются на скрип салона и хрип некоторых динамиков. В сильные морозы появляются хаотичные глюки электроники. Могут подмерзать дверные замки. Встречаются жалобы на работоспособность опционального люка в крыше. Есть немало случаев появления воды в салоне под пассажирским креслом. Так вот, вода туда попадала из дренажа испарителя-кондиционера. Дело в том, что дренажная трубка сделана так, что конденсат, то есть вода, капает не сразу, а стекает по определенной части кузова. Эта вода находит путь в правый лонжерон кузова, накапливается там, и со временем уровень поднимается настолько, что через неприкрытое технологическое отверстие начинает пропитывать салонный ковер. Как правило, это происходит на машинах до 2020 года. Так вот, эту трубку надо удлинить, чтобы вода капала сразу вниз, а не стекала по кузову. В 8-м поколении на Audi A6 появились непонятные индексы мощности. Вот вы сходу сможете назвать мощность мотора под обозначением 45 TFSI, а 55 TDI. В общем, короче, если мотор двухлитровый, то обозначение 35, 40, 45. А если обозначение 45 и 50 TDI, то это трехлитровый турбодизель V6. А если обозначение 55 TFSI, то это трехлитровый бензиновый V6. В общем, под этими обозначениями скрываются определенные величины мощности. А все потому, что в 8-м поколении Audi A6 все стали мягкогибридами либо же микрогибридами. Если двигатель двухлитровый, то мягкогибридная система 12-вольтовая, а если трехлитровый, то на борту есть отдельная электросистема на 48 вольт. В любом случае обычные стартеры у двигателя есть. Мягкая гибридность обеспечивается генератором-стартером, который через ремень навесного оборудования помогает коленвалу легче вращаться. Система мягкого гибрида глушит двигатель и на ходу при отпускании акселератора, чтобы продлить движение накатом. У Audi A6 C8 по 2 АКБ. Обычная свинцовая находится в заднем правом крыле. 12-вольтовая литий-ионная установлена под лобовым стеклом в водоотводящем коробе справа. А если мягкий гибрид на 48 вольт, то немаленькая 48-вольтовая батарея находится в нише багажника. Свинцовая батарея заряжается от 48-вольтовой сети через преобразователь. И вот у такой версии стартер-генератор имеет жидкостное охлаждение. Кроме того, почти все бензиновые двигатели, даже 3.0 TFSI, работают по циклу Миллера. Когда появился первый такой мотор, а это был и есть 190-сильный 2.0 TFSI, Audi сообщала, что их инженер Ральф Будек оптимизировал цикл другого Ральфа, Миллера. Кто не в курсе, речь идет про цикл работы бензинного двигателя. То есть впускной клапан закрывается за некоторое время до достижения поршня нижней мертвой точки. Таким образом, если говорить простым языком, сокращается так сжатие. И все это надо для улучшения экономичности и экологичности. Гибридная система уже подкидывает хлопоты, которые связаны с работоспособностью литий-ионных батарей, а также с работоспособностью этих стартеров-генераторов. И если проблема с этими узлами, то обязательно надо обращаться в специализированные сервисы, которые хорошо знакомы с мягкими гибридами Audi. Немного забегая вперед, отметим, что из-за воды на дизельных версиях погибает блок управления датчика оксида азота. Так вот, при такой проблеме появляется ошибка, что невозможно зарядить аккумулятор, а также ошибка по вакуумному усилителю тормозов. И знаете что? Вот не спрашивайте, как это все связано. Какой-то инженер Audi вот так все намудрил. Но дело именно в датчике оксида азота. Ладно, что там все-таки установлено под капотом? Начнем про бензиновые двигатели. Бензиновые четверки TFSI представлены двумя моторами, практически идентичными, мощностью 190 и 245 лошадиных сил. На 245 лошадиных сил двигатель работает по циклу Otto. То есть, если вам не угодили Аткинсон, Миллер или Будок, то выбирайте версию 45 TFSI. Но знайте, что в выпускной системе этого двигателя присутствует сажевый фильтр. Оба варианта двигателя практически одинаковые снаружи, но есть отличия внутри. У менее мощного двигателя коленвал облегчен, у него урезаны противовесы, уменьшен диаметр коренных шеек. У менее мощного двигателя особый дизайн поршней под увеличенную до 11,65 степень сжатия. Ну а вообще, обе бензиновые турбо-четверки относятся к непотопляемому семейству EA888 поколения 3B. И не зря инженеры Audi, а именно с 2008 года, не отправляют их на покой. Да, усложнение конструкций происходит, то есть их постоянно модернизируют и дорабатывают, но жалоб на ресурс все меньше и меньше. Благодаря наборным маслосъемным кольцам и другим улучшениям эти двигатели перестали жрать масло. Хотя, если толкаться в пробках и менять масло раз в 10 тысяч километров или реже, то масложор естественно появится. У этих моторов впрыск топлива комбинированный. Есть форсунки непосредственного впрыска и есть распределенного. Так вот, благодаря форсункам MPI топливо еще отмывает впускные клапаны от нагара. Со второго поколения двигателей EA888 используется двухступенчатый алгоритм работы масляного насоса. Но давление в ГБЦ этих двигателей, то есть давление масла, все-таки маловато. Но двигатели поколения 3B пока не замечены с проблемами износа клапанов. Иногда встречаются утечки антифриза из помпы и из корпуса термостата. Клапан ВКГ может попроситься на замену. А вообще, ну ничего серьезного с этими двигателями и плохого не случается. Но крайне важно заправлять их бензином АИ98, либо же в крайнем случае 95-м очень хорошего качества. Ну и последнее. Штатные прошивки этих двигателей напрягают некоторых владельцев затупами при энергичных стартах. Ну, в режиме динамик эта пауза уменьшается. А вообще, убрать вот этот затуп можно только не оригинальной прошивкой. V-образные бензиновые двигатели для Audi A6 представлены двумя шестицилиндровыми и одним V8. Так вот, эти двигатели относятся к семействам EA839 и EA825. Эти семейства очень близки друг к другу. И, кстати, к этим двигателям, к созданию этих моторов, приложила компания Porsche. Так вот, 300-сильный агрегат закрывает потребность Audi A6 C8 в мощном, но не сильно заряженном двигателе. А вот битурбированный V6 на 450 л.с. и битурбированный V8 на 600 л.с. используются не только на Audi S6 и RS6, но и на Porsche. Все эти двигатели алюминиевые, хотя в блок V6 помещены тонкостенные чугунные гильзы, а у V8 используется плазменное напыление. Можно очень долго говорить о технической части этих двигателей, но лучше остановимся на надежности. Она есть и ее много. Эти двигатели отлично переносят прибавку чипом в мощности плюс 30%. Однако бывают случаи высыпания игольчатых подшипников из роликов рокеров. В общем, бензиновые двигатели пока не дают никаких поводов усомниться в их ресурсе. Ну что, а теперь переходим к дизельным двигателям. И начнем мы с двухлитровых турбочетверок семейства EA288 EVO, которые появились в 2018 году. У этих двигателей облегченные легкосплавные блоки, ременной привод ГРМ, есть балансирные валы с зубчатым приводом, масляный насос с двумя ступенями производительности и много других современных фишек, вплоть до раздельных контуров охлаждения блоки и головка цилиндров, отключаемая подача масла к маслофорсункам и в теплообменник под масляным фильтром. Форсунки от Bosch электромагнитные, фазовращателей у этих двигателей нет, также отсутствуют вихревые заслонки. Одна из изюминок этих моторов в том, что в двигателях мощностью до 163 лошадиных сил облегченный коленвал, то есть его коренные шатунные шейки меньше в диаметре на 6 мм и 4 мм соответственно. А еще в маломощных дизелях используются не алюминиевые, а стальные поршни. Они намного меньше алюминиевых и с очень короткими юбками. А система экологии у двухлитровых ТДИ максимально суровой. Естественно, AdBlue присутствует, а система EGR двухконтурная. Второй контур называется «контуром низкого давления». Газы в этот контур попадают из выхлопа после сажевого фильтра и даже отдельно охлаждаются. Вообще система EGR двухлитровых дизелей почти такая же, как у трехлитровых. Больше подробностей мы расскажем буквально через пару минут, когда будем рассказывать про старшие дизели, так что не переключайтесь. Ну а вообще современный турбодизель – это очень замороченная система, настроенная очень тонко. Скорее всего, эти двигатели не развалятся и будут ходить достаточно долго. Двигателям семейства EA288 EVO ступнуло уже шесть лет, и пока с ними глобальных проблем не видно. Но реанимация системы по очистке выхлопа ляжет на второго и последующих владельцев. Старшие турбодизельные версии оснащены трехлитровым V6 семейства EA897, которая появилась в 2010 году. А сейчас речь идет о модификации EVO 2. Так вот, все модернизации этого двигателя были нацелены на улучшение его экологических параметров. Поэтому здесь двойная система EGR низкого и высокого давления. Высокого давления – это обычная EGR, естественно, с теплообменником. А вот EGR низкого давления – это отдельная история. Она отбирает максимально очищенные газы прямо из выхлопной трубы уже после сажевого фильтра и второго нейтрализатора. Да, вы все правильно поняли. Из середины выхлопной трубы обратно в сторону двигателя тянется более тонкая труба. Перед ней есть заслонка типа дроссельной, чтобы газы активнее уходили в сторону двигателя. Дальше на их пути установлен теплообменник, в котором рециркуляция поддерживается отдельным электронасосом. И это еще не все. Потом установлен клапан EGR низкого давления. И после всего этого располагается патрубок, который заводит выхлопные газы прямо перед холодной крыльчаткой турбонагнетателя. В выпускном тракте перед сажевым фильтром есть форсунка впрыска мочевины. Далее установлен датчик оксида азота, датчик частиц сажи. Датчики перепада давления есть возле сажевого фильтра и возле теплообменника EGR низкого давления. В общем, экологических решений запредельно много. Сам турбодизельный V6 сохранил чугунный блок, хотя этот блок был облегчен за счет уменьшения толщины стенок. Ну и еще контуры охлаждения блока и ГБЦ у этого двигателя раздельные. Ну а что по надежности, спросите вы, до предела усложненная система экологии начнет высвечивать ошибки примерно к пробегу в 150 тысяч километров. Цепи все еще ходят 300 тысяч километров. И, кстати, проблему с распредвалами у этих двигателей, у ранних, решали по гарантии. Дело в том, что ранние двигатели семейства EA897 получили бракованные распредвалы. Но к 2019 году инженеры эту проблему решили и больше эти двигатели не стучат распредвалами. Но на самом деле этот мотор с очень сложной экологией будет ходить долго. И справедливости ради надо посмотреть на них через 4-5 лет. И помним, что вот эти Audi с такими моторами являются мягкогибридными. Ну а что касается вот конкретно этого двигателя, то запас надежности у него, можно сказать, большой. Потому что у него пробега всего лишь 38 тысяч километров. Машинка продается. Ссылка на объявление будет в описании к этому ролику. Все эти автомобили оснащались только автоматическими трансмиссиями. В большинстве версий идет 7-ступенчатый S-tronic, преселективный DL382 с мокрыми сцеплениями. То есть эта трансмиссия устанавливалась на любые типы приводов и на двигатели, которые развивают мощность до 500 Нм крутящего момента. То есть это все четверки и 3.0 TFSI. Трансмиссия DL382 это облегченный и, можно сказать, даже улучшенный вариант вполне себе неубиваемого S-tronic DL501. Но самые резвые водители умудряются уложить и его до пробега в 100 тысяч километров. А если ездить адекватно и иногда освежать масло в мехатронике и сцеплении, то до капремонта эта трансмиссия пройдет 300 тысяч километров. Но при агрессивной езде может забыть подшипник сцепления. Также могут загудеть подшипники дифференциала. Датчики мехатроника могут сбоить, и это негативно скажется на ресурсе сцепления. Также электронная плата иногда может попроситься на замену. Но даже в паре с тюнингованными двигателями, то есть те проблемы, которые я сейчас перечислил, они нечастые. Даже в паре с тюнингованными двигателями эта трансмиссия способна прожить долгую и яркую жизнь. Идем далее. У Audi A6 C8 с трехлитровым турбодизелем, а также у заряженных S-версий используется трансмиссия классическая гидромеханическая восьмиступенчатая от компании ZF. Она понадежнее, соответственно, прослужит дольше. Но, естественно, все зависит от условий эксплуатации. Естественно, она прослужит дольше в паре с трехлитровым турбодизелем, как в нашем случае, нежели с заряженным мотором от RS6. ZF рекомендует менять в этой трансмиссии масло каждые 100 тысяч километров. На частичную замену уходит 5 литров масла. А поддон с фильтром оригинальный стоит около 400 долларов. Ну и напоминаем, что вот эта вот красавица на данный момент продается. Ссылочка на объявление в описании. Также напоминаем, что помимо очень качественных БУ запчастей, в «АвтоСтронг» есть и еще новые запчасти и технические жидкости. Так что звоните нам, пишите, будем рады. Заходите на наши сайты обязательно. Ну и также у нас еще есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаем мотоциклы с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл «МотоСтронг». Ссылочки тоже оставил в описании. Ну что, мы на стое и продолжаем. Традиционный полный привод с самоблокирующимся дифференциалом «Торсон» доступен только вместе с АКПП ZF. Если Audi A6 C8 оснащена преселективом S-Tronic, то тогда привод полный, нетрадиционный, называется «Quattro Ultra». В этом приводе задние колеса отключаются для экономии топлива. То есть, привод на задние колеса отключается. Причем, отдельная муфта позади коробки передач отключает карданный вал. Отдельная кулачковая муфта отключает правую полуось и при этом перестает вращаться ведомая шестерня заднего редуктора. И все это снижает механические потери. Такая трансмиссия уже не блещет столь крутой надежностью, как просто «Quattro». Были и гарантийные замены, и сервисные компании. В общем, «Quattro Ultra» может даже загудеть от износа и даже оборвать карданный вал. Но таких случаев, справедливости ради, надо сказать, немного. Чаще всего в этой системе полного привода возникали толчки на совершенно небольших скоростях. То есть, полный привод начинал «пинаться» в гарантийный период. Поэтому Audi выпустила сервисный бюллетень. Оказывается, чтобы избавиться вот от этих вот толчков в полном приводе, достаточно двойной замены масла в муфте полного привода, то есть в той муфте, которая подключает карданный вал. После каждой замены масла надо сбрасывать адаптации по старению масла. Ну, а у нас тут классическая надежная Quattro без всяких заморочек. Кстати, машинка продается, ссылочка в описании. Ну, а сейчас давайте присмотримся к подвеске этого автомобиля и приценимся к деталям. Значит, начнем с задних амортизаторов, а точнее, с их отбойников. Зимой в сильные морозы отбойники вываливаются из опоры, также открепляется их кожух-пыльник. Все это начинает постукивать и греметь на ходу. Отвалившийся демпфер можно просто вклеить обратно в опору. Да и закрепить его кожух тоже можно с помощью клея. Ну, а пока ничего больше в подвеске Audi A6 C8 не изнашивается и не вылетает. В задней подвеске по 5 рычагов на каждое колесо. Буквально каждый в оригинале стоит до 240 долларов. На все есть заменители аналоги от любых производителей. Также отдельно предлагаются сайлинблоки. Ступичные подшипники задней оси тоже широко представлены в продаже. Для полноприводных версий подшипники задних конёс дешевле, чем у переднеприводных. И выбор по верхней рычаги стоит примерно 100-150 долларов. Также можно к ним купить ещё сайлинблоки от 8 до 30 долларов. Сайлинблоки нижних рычагов тоже детализируются по оригинальным каталогам. Например, самый здоровый сайлинблок заднего нижнего рычага стоит по оригиналу 150 долларов. Заменители от 30 до 80 долларов. Сайлинблоки переднего нижнего рычага стоят примерно от 30 до 50 долларов, а его оригинальная шаровая опора стоит 90 долларов. Вы все прекрасно помните, что за новыми запчастями и за бушными обязательно в «АвтоСтронг». Ауди А6 в этом поколении доступна как с пассивной пружинной подвеской, так и с активной пневматической. Ещё есть вариант с пружинами и регулируемыми амортизаторами. Пока всё это работает без нареканий. Ну что, напоминаем, что на данный момент вот эта красавица продаётся. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Ну что ж, Ауди А6С8 в последнем поколении – это нечто. Всё в этой машине хорошо, но системы экологии любого двигателя с мягкогибридными подсистемами вызывают беспокойство. Ну, пока машина свежая, вот как эта, с пробегом 38 тысяч, всё хорошо. Ну, а что будет дальше, покажет время. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда было, есть и будет компания «АвтоСтронг».